Решение о создании Министерства водных ресурсов и ирригации принято в свое время. На такое мнение высказал директор Международного исследовательского центра WaterHub при Казахском национальном аграрном университете Анатолий Рябцев. Казахстан в водном вопросе зависим от соседних государств, отмечает специалист. Поэтому будущее сельского хозяйства страны напрямую связано с добрососедскими отношениями. Новому ведомству предстоит снизить эту зависимость, говорит директор водного центра. Министр-организатор. От его авторитета, от его умелой организаторской способности будет зависеть деятельность того министерства. Он должен организовать вокруг себя такую команду, которая бы работала именно на... как специалисты вели это дело. Поддерживает специалист и инициативу главы государства об объединении водных ресурсов и ирригации. Вопросу орошения земель необходимо уделять пристальное внимание. Это козырь в земледелии, который позволит не только обеспечить продовольствием внутренний рынок, но и вывести ее на мировой, отмечает Рябцев. Все орошаемые земли заняты под какими культурами? Весь хлопок мы где получаем? На орошении. Рис на орошении. Все овощные культуры только орошение. Хоть один овощ вырастите у себя в огороде без полива, ничего не получится. Поэтому то, что возродили министерства, это очень правильная и своевременная мера. И самое главное здесь фишка в чем? Объединили наконец-то водные ресурсы с ирригацией. Субтитры создавал DimaTorzok